МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По закону срок ежегодного оплачиваемого отпуска в России не меньше 28 рабочих дней. А у некоторых профессий, например, у врачей и учителей, еще больше. Подробнее о том, когда и сколько по закону должны отдыхать. Мы с вами об этом поговорим с адвокатом Антоном Лебедевым. Он выходит на связь с Полезным Утром. Антон, приветствую вас. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, вот 28 дней мы озвучили. Это такой стандарт юридический, не больше, не меньше, насколько я понимаю. Ну, это предусмотрено по закону. Соответственно, если у тебя есть специфика в своей профессии, то там оставляется чуть больше. То есть сложная и трудная работа, такие, как преподаватель, по-моему, положено на больше. Антон, вот если мы говорим не про преподавателей учителей, которые... врачей, ну, вот те же учителя, например, уходят на все лето. Вот у них отпуск. Если мы говорим про стандартного офисного работника, есть ли какие-то правила, насколько дней подряд он может уходить в отпуск, может ли он взять сразу все 28? Ну, конечно, существует не только законодательство, существует еще и правила вежливости. Да, у нас 30-14 дней полагается подряд гулять. То есть это вопрос морали, вопрос того, насколько мы любим своих коллег и можем оставить их одних без меня. Ну, да, отчасти так. Но есть, допустим, предприятия, которые работают, ну, конвейерные, да. Один ушел, другим делать нечего. Поэтому на таких предприятиях бывает свой режим, когда всем предприятиям он будет в отпуск. Это уже как бы мало предприятий. Антон, а если мы четко... Смотрите, если мы четко не отслеживаем, сколько мы отдохнули, мы как-то можем узнать, сколько отпускных дней у нас осталось? Сколько отпускных дней накопилось? Да. Сколько дней накопилось, это совершенно простое правило. Каждый отработанный месяц на работе дает право на 2,03 дня. То есть количество отработанных стоп умножаем на 2,33 и получаем количество холодных дней отпуска. Ну, и еще важный момент, это то, когда именно берете отпуск. Потому что я вот неожиданно для себя недавно открыл, что есть месяцы без праздников, в которых больше отпускные оказываются. В общем, там есть свои схемы. Когда в отпуск вы? Расскажите нам, Антон. Когда я в отпуск? Да никогда. Я не трудоустроен по трудовому договору, поэтому... А я думал, вы скажете, что адвокаты не отдыхают. Антон Лебедев тоже не планирует. Большое спасибо. Адвокат Антон Лебедев был на связи с Полезным. Прямо сейчас будем разбираться с тем, как правильно выполнять всевозможные асаны. Будем ежить вместе с ведущей нашей следующей рубрики. Адвокат Антон Лебедев